Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале, продолжая свои прогулки по Москве. Я работаю в районе метро Пролетарская и в последнее время я решила погулять здесь по окрестностям, что, собственно, далеко ходить, если здесь вокруг есть столько всего интересного. Итак, площадь Крестьянская застава. Находится она в районах Тарганский и Южнопортовый между Воронцовской, Абельмановской, 1-й Дубровской улицей, Волгоградским проспектом и 3-м Критинским переулком. Здесь же также находится вот такой вот сквер Крестьянской заставы. До 1919 года площадь называлась площадью Спасской заставы. Здесь был таможенный пункт Камер-Калерского вала, и название Спаская было дано заставе по близости к Новоспасскому монастырю. А в 1919 году площадь была названа в честь Советского крестьянства, и возникла она на месте Спасской заставы Камер-Калерского вала. В 20-х годах на площади разбит сквер. Вот здесь, как раз где мы с вами идем, это сквер Крестьянской заставы. И здесь находится вот такой вот интересный объект. Вот вы видите, здесь можно прочитать, что эта пушка участвовала в таких она сражениях 1935-1937 годов. И здесь же находится интересный памятник, скульптура рабочей, автор скульптуры Андреев. Она была поставлена в 1925 году. Интересная скульптура. Сейчас мы к ней подойдем. Здесь, вот сейчас мы к ней подойдем, рабочий в фартуке и кепке. Он пристально смотрит на только что выточенную деталь, которую держит перед собой в левой руке. Кстати, скульптор Николай Андреев, он автор памятника Гоголю на Никитском бульваре и Островскому малого театра. И он назвал свое это произведение просто рабочий. Но публике всегда хочется подробностей. Сначала его отрестили рабочий изобретатель. А последние, уже больше 20 лет, его зовут в народе мужиком с мобильником. Ну, я думаю, что издалека и правда похож. Получилось такое наглядное пособие по семиотике позы и взгляда. Вот, рядом здесь, вы видите, доска почета за этим рабочим. Вблизи видно, что это деталь. Видно. Издалека, да. Издалека не очень видно. Вот, также здесь, вы видите, вот такое сейчас вы видите на углу, желтенькое здание. Бывший Арбат Престиж. Бывший торговый центр Сотый. Вот, ну, в принципе, если присмотреться к этому желтому зданию, сейчас мы с вами подойдем, то обнаружится вполне такой конструктивистский фасад универмага имени Десятилетия Ортября, построенного в 1928 году на месте старого Спасского рынка. Это он сейчас покрашен в такой ярко-желтый цвет. Это началось во времена Арбат Престижа. Вот, вы видите, это здание полукруглое с одной стороны. И вот оно построено в 1928 году на месте старого Спасского рынка. И напоминает в плане чуть разоргнутую подкову. И вполне гармонирует вот с таким полурурным фасадом здание напротив большого жилого комплекса Крестьянская застава. Вот, ну, в принципе, здесь, если присмотреться, можно еще увидеть такую связь между зданием, главным зданием ВТБ. Вот вы видите, за желтым зданием этого универмага. И напротив, здесь, где я стою, в эту сторону прокуратуры находятся тоже похожие здания. Ну, тут главное, на самом деле, не переусердствовать в сравнении. Здание, в котором я работаю, тоже находится, наверное, на этой площади. Оно уже неоднократно мелькало у меня здесь в кадре на видео. Вот, но для меня это все места очень близкие, родные и знакомые. И мне приятно было познакомить вас с ними сегодня тоже. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я, в свою очередь, приглашаю вас подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего доброго. До свидания. До встречи. Всем пока-пока.